Добрый день, с вами я, Саббендер, и сегодня мы поговорим про Алексея Навального. Честно говоря, я не думал, что буду делать этот ролик, но так как всё-таки всплыли кое-какие новые факты, о чём бы мне хотелось поговорить, и задать пару вопросов Навальному. Я не знаю, конечно, дойдут они до Навального или нет. Он, как выяснилось, подтвердил то, что наша страна действительно находится в оккупации и имеет внешнее управление. Конечно, из этого всплывает ряд вопросов, но, ребят, для тех, кто не в курсе, наша страна действительно находится в оккупации. Это прописано в Конституции Российской Федерации. Сейчас я вам даже покажу, где. Давайте я вот сейчас открою Конституцию. Вот, всё, я открыл. В общем-то, статья 13 и статья 14, отдельные пункты. В статье 13 пункт 2 никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Это значит то, что наше государство не может выбрать себе путь развития, в каком направлении оно будет развиваться, и из-за него этот путь, как вы видите, выбирают. А, 4 пункт статьи 15 гласит. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора. А сейчас давайте с юридического языка переведу это на русский. То есть первое предложение. Закон оккупанта является составной частью правовой системы Российской Федерации. Это означает то, что законы оккупанта обязательны для исполнения всеми ветвями власти в Российской Федерации. За неисполнение закона оккупанта следует наказание, вплоть до уголовной ответственности. Второе же предложение означает то, что если закон оккупанта входит в противоречие с национальным законом или национальными интересами страны, то в этом случае обязан исполняться закон оккупанта. Так что вот такие вот ребята невеселые у нас с вами пироги. Я согласен, что фактически Россия находится под иностранным управлением. А иначе бы всем бизнесом здесь не владели бы кипрские офшоры. Ну вот у вас бог хотят, ребята, строят британские и виргинские острова, правильно? Никто же не хочет с Челябинским регистром. Я согласен с тем, что фактически это оккупационный режим. Дальше, в общем-то, многоуважаемый Алексей Навальный высказывается о роли Путина. Но роль Путина не особо важна, потому что он признал то, что наша страна действительно имеет внешнее управление. А это означает то, что нынешние органы власти, которые есть в нашей стране, фактически этой власти не имеют. То есть они только исполняют приказы. В итоге возникает вопрос, а чего вообще Алексей Навальный хочет добиться своими митингами? Потому что, скажем так, я не видел, чтобы у него были митинги за изменение Конституции, за выход независимости. Давайте посмотрим вообще, собственно говоря, какого числа вышло это видео и какого числа он действительно подтвердил то, что наша страна находится в оккупации. Так, а это было аж 15 апреля 2017 года. А сейчас, как вы можете видеть на момент записи видео, 16 июня 2017 года. Прошло, можно сказать, как раз на один день больше двух месяцев на момент записи. Давайте, наверное, сейчас посмотрим политическую программу Алексея Навального. Есть там вообще какие-нибудь изменения или нету? Ну, зашел я, в общем-то, на базовые пункты предвыборной программы Алексея Навального на его официальном сайте. Чтобы, ребят, вы не говорили, что это какой-то там созданный фейк. Я не знаю, конечно, может такое быть или нет, но давайте посмотрим. Пора выбирать достойную жизнь для всех. Так, тра-та-та-та-поля. Пора бороться с коррупцией, а не мириться с воровством. Так, больницы и дороги, а не дворцы чиновникам. Так, еще пора выбирать доверять людям, а не решать все в Москве. Дальше так. Пора выбирать экономическое развитие, а не политическую изоляцию. Справедливость для всех, а не произвол силовиков. Да, интересно, прошло два месяца с того момента, как Алексей Навальный признал оккупацию. Но что-то в его политической программе про снятие оккупации нет вообще ни слова. Я не знаю, может, конечно, он шифруется. Но вопрос, Алексей Навальный, вы признали то, что вот в такой-то и в такой-то статье в Конституции, в таких-то и таких-то пунктах действительно в нашей стране внешнее управление. Вы выходите митинговать против коррупции. Вот, сейчас я вам расскажу, что, собственно говоря, стоят эти митинги. А митинги эти, если честно, они стоят даже романого гроша. Точнее, ломаного гроша. Вот почему. Потому что, скажем так, например, у нас есть какой-нибудь там президент какой-нибудь некой страны, которая оккупирована. У этого президента нет власти там, допустим. На его место приходит другой президент, у которого тоже не будет власти. Кстати, вопрос, что президент новый, который пришел и у которого нет власти, сможет изменить в своей стране? Правильно. Ничего. Ну и толку от таких митингов. Я, конечно, не знаю, почему Алексей Навальный так делает. Но в итоге к Алексею Навальному возникает ряд вопросов. Сейчас я их озвучу, ребят. У меня на них ответа нету. Ну, хотелось бы, конечно, получить ответ от самого Алексея Навального. Ну и, ребят, я предлагаю вам вариант подумать. Почему так, как вы видите, а не иначе происходит? Первый вопрос такой. Алексей, на чьей вы стороне? Потом еще такой вопрос есть. Скажите, собираетесь ли вы бороться с оккупацией? Будет ли отмена внешнего управления на уровне Конституции? Так, еще я что хотел спросить, ребятки. С того момента, как Алексей Навальный признал оккупацию, прошло два месяца. Вопрос. Так почему же в вашей политической программе нет ни слова про оккупацию и про ее снятие? Это хороший вопрос. И мне хотелось бы услышать на него ответ. А сейчас я, в принципе, хочу высказать свое мнение про Алексея Навального. И стоит ли ему вообще участвовать в президентских выборах или нет? Я считаю, что не стоит. И сейчас, в общем-то, расскажу, почему. Я наблюдал конфликт этого Навального с Шарием, потом с Усмановым. И скажу вам честно, у меня сложилось про Алексея Навального такое мнение. Скажем так. Фух. Это, можно сказать, человек своего слова. Он как свое слово дал, так его свободно и забрал. То есть, можно его сравнить с таким копной солома, которое ветер дует в одну сторону, он катится в эту же сторону, что и ветер. Ветер катится в другую сторону, ну и он в ту же сторону катится. В общем, можно сказать, товарищ такой ненадежный. Я, конечно, пересмотрел конфликт Шария и Навального с собой, со стороны Навального и со стороны Шария. Скажу вам честно. Если со стороны Навального очень много заметных косяков и есть к чему придраться, то, скажем так, со стороны Шария, даже если хотелось бы придраться, то придраться не к чему. Все сделано на довольно высоком уровне. Но давайте сейчас вернемся к Навальному. И вы знаете, что я считаю то, что такой человек в политике не нужен. У него нет, скажем так, такой политического настроя. То есть, он не может просто-напросто отвечать за свои слова. Вот что я про него думаю. И вы знаете, ребятки, я считаю, что такой президент страну до благополучия не доведет. Ребят, вот буквально на днях смотрел, в общем-то, у Путина принц-конференцию в прямом эфире. И вы знаете, он умеет отвечать на поставленный вопрос четко, причем привести несколько аргументов, и если нужно, привести какие-то цифры. А еще не так давно видел интервью Навального и Ксении Собчак, где она у него спросила, какую цифру вы собираетесь тратить на здравоохранение. Когда он сказал то, что собирается увеличить в два раза. И он затруднился ответить на этот вопрос. То вы знаете, конечно, это очень даже многое проясняет. И вы знаете, ребят, не хотел бы я такого президента нам, как Навальный. А если так говорить, я патриот своей страны. Так, ладно, давайте на этом сегодня заканчивать. Знаете что, ребят, если у вас по теме сегодняшнего видео есть какие-то вопросы или свои соображения, то не стесняйтесь, пишите в комментариях. Я по возможности постараюсь ответить на все. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Остап Бендер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok